В этом месте расположатся новые поселения Джану-Барак. На данный момент строительные работы в самом разгаре. Площадь нового поселения составляет 38 гектаров. Каждый дом будет возведен на площади 8 соток со всеми комфортными условиями для переселенцев. Переселенцам из их склава Барак государство бесплатно построит дома. Накануне президент Садыр Джапару принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы времени на месте нового села Джану-Барак. Из госбюджета на эти цели было выделено 270 миллионов сомов. Сейчас переселенцы в основном живут у своих родственников или снимают квартиры. Несмотря на то, что были праздничные дни, нам вовремя выдали документы на земельные участки. Сейчас у всех моих односельчан на руках уже есть государственные акты. Теперь мы с нетерпением ждем момента, когда нам построят дома и мы переедем. Хочу выразить благодарность государству и президенту за внимание и заботу о нас. Нам выдали земельные участки, я уже получил необходимые документы. Раньше, чтобы добраться до села к родственникам, нам приходилось пересекать границу, преодолевать долгую дорогу. Поэтому хочется выразить благодарность государству за то, что создает нам такие условия для жизни. На данный момент переселенцам выданы государственные акты на земельные участки. В новых домах жители села Барак расположатся, так же, как и в старом селе. Данные проблемы длились годами, но благодаря президенту Садыру Джапарву, а также Камчебеку Ташиеву, эти вопросы были решены. И сейчас идет стройка. Президент вчера поручил, чтобы строительство домов было завершено вовремя. Сейчас все работают максимально быстро. Нас очень радует, что мы все с односельчанами объединимся в одном селе. Напомним, что Узбекистан в рамках договоренности выделил кыргызской стороне 208 гектаров своей земли в Аильном Аймаке Ахташ рядом с Карасуйским районом. 164 переселенцы получили земельные участки. 101 дом будет построен за счет государства. Остальные участки будут переданы детям-переселенцев при достижении ими совершеннолетия. Мы уже выдали переселенцам Эксклава Барак документы на земельные участки. Все это делается для того, чтобы обеспечить их достойным жильем. Согласно генплану, строительство домов начато на участке в 38 гектаров. В генеральном плане предусмотрены школы, детские сады, а также другие объекты, социальные инфраструктуры и многоэтажные дома. Президент Садыр Джапаров призвал жителей Джонга Барака приложить совместные усилия для развития своего нового села. Глава государства подчеркнул, что приграничные села всегда находятся в центре внимания руководства страны. Нагима Бакаева, Бектор Калубекулу, Элтер, Ожская область.